всем привет я рад снова приветствовать вас у себя на канале олдачмен с вами я владимир казарчук и тема сегодняшнего видео как уже многие время от времени меня спрашивали задавались вопросом кто ты такой чем-то занимался а докажи покажи расскажи поэтому сегодня я уже в этом видео выпуске расскажу вам буквально по датам по хронологии когда я начал заниматься что мне к этому привело у кого я занимался это я делаю для того чтобы развеять различные недомолвки различные сомнения по поводу того что я знаю что я могу и в противовес тем пользователям или тем видеоблогерам которых спрашивают допустим а скажите у кого вы занимались и люди начинают просто-напросто увиливать от ответа потому что на самом деле они ничем никогда не занимались учились может быть по какой-то второсортной книжке или по видеокассетам и считают себя какими-то там мастерами гранд мастерами или еще кем я не знаю вплоть до того что некоторые из них годами пишут какие-то свои трактаты и выпускают эти трактаты под видом какой-то философской литературы на восточную тему так вот ладно причиной к тому чтобы я на что я начал заниматься восточными единоборствами послужило следующее мальчишкой я жил с родителями военном гарнизоне и там по субботам по воскресеньям каждый каждый раз можно было бегать солдатские киноклубы и смотреть кино для солдат это крутили естественно бесплатно ну и мы с пацанами тоже бегали и причиной первой был фильм зоне особого внимания это конечно было круто как посмотреть как на десантников как они дерутся и так далее это было просто супер-пупер зашибись сейчас уже с высоты вот это вот опыта жизненного так сказать смотришь на этот фильм и понимаешь что очень многое что там показано в реале не действует и даже снято немножечко некрасиво односторонне однобока ну да ладно в общем благодаря такому этому фильму потом был фильм непобедимый про основателя самбо это восемьдесят второй восемьдесят третий годы были и благодаря вот этим вот фильмом основному то что я запомнил я с ребятами начали на добровольной основе в спортгородке заниматься но как заниматься мы достали устав внутренней службы вооруженных сил ссср и там есть такой подраздел рукопашный бой и вот эти вот приемы которые там были изображены мы читали как это все делается мы друг на друге все это испытывали пробовали это вот так у нас были первые шаги и у меня были первые шаги вообще в пробе восточных единоборств в целом а затем в 14 лет я пошел в часть моему отцу командир его роты николай хайров старший лейтенант хайров по крайней мере фамилию помню точно он начал меня обучать какому странному названию на тот момент я многого чего не знал он мне тогда сказал вот есть такое понятие кунг-фу может быть ты слышал нет не слышал ну сейчас тебе покажу и он меня начал обучать в течение трех месяцев все лето я ходил к нему буквально два три раза в неделю может быть и четыре раза в неделю если у него не было времени он мне представлял своих солдат разведчиков это были рядовой аббасов из дагестана и был один чемпион иркутской области 79 года по карате младший сержант рабцев вот эти вот люди вот эти три человека старший лейтенант хайров младший сержант рабцев и рядовой аббасов они и дали мне толчок для того чтобы я заинтересовался восточными наборствами и начал их изучать то есть это был восемьдесят четвертый год мне можно сказать дали основы именно частично базу того карате которое было тогда еще в то время популярно она находилась то под запретами то опять его раскрывали то опять запрещали то еще всякая ерунда в плюс этот армейский рукопашный бой который еще тогда на тот момент был можно сказать сырым и никаким все это впитывалось мной как губка это было в течение двух лет начал летом восемьдесят четвертого года и пока солдаты не демобилизовались пока мы из чехословакии не переехали в советский союз это было восемьдесят шестом году я занимался у этих людей и потом мне удалось приобрести книгу чешскую книгу по карате написанная франтишеком шебеем на данный момент франтишек шебе является по моему у него кажется 8 или 9 дан шотакан какой-то дан у него пока кушин он президент федерации традиционного карате чехии международный человек его знают во многих странах и он написал не одну книгу по карате и мне посчастливилось что у меня есть одна из первых его книг там отличные изображения методика базовые тренировки там абсолютно все очень интересная книга и по этой книге я начал заниматься потом на восемьдесят шестом году с восемьдесят шестого по конец восемьдесят седьмого со мной занимался мой товарищ одноклассник но его имя здесь я приводить не буду под по одной простой причине что он сегодня является журналистом международником с юридическим образованием ездит по разным странам не не только в европе но и в азии он берет интервью различных видных политических деятелей и без его разрешения его фамилию и имя использовать я здесь не намерен и во первых не наводить напрасли но на этого человека но этот человек со мной занимался объяснял мне по крайней мере философию годзюрю вот потом была армия после армии я начал заниматься тэйквондо тэйквондо в 90-е годы она только начала набирать обороты пока еще был советский союз она начала только набирать обороты и в кишиневе у нас был тренер эдуард по моему краснов кажется фамилия точно уже вот его фамилия вылетела из головы занимался до 93 до конца 93 года я занимался тэйквондо там у него далее я работал после травм на соревнованиях и далее я работал инструктором по рукопашному бою в детективном агентстве атом в кишиневе потом была работа в охране президента молдавии потом было еще несколько офисных должностей пусть и 95 95 году кажется уже основательно я начал тренироваться в годзюрю наш тренер был юра чумак у него был второй кью коричневый пояс по годзюрю семье занимался два с половиной года сразу после него без всякого перерыва я двинулся в дайторю и моим тренером моим можно сказать ментором в этом отношении был гена азимов геннадий азимов пардон и с 2000 года я уже занимаюсь сам естественно я за те все годы сколько я занимался различных тренеров я достиг некоторых вершин я постиг очень многое и в начале двухтысячных годов я работы живя уже здесь в германии я работал тренером в одном фитнес-центре тренером по рукопашному бою и самообороне работал недолго около полугода там сильнейшая была конкуренция потому что вы приходите заниматься в зал ваше время начинается и вы не можете начать заниматься потому что группа вот этой вот сумбы или сумасшедшие этой аэробики под музыку еще не закончили и они перетягивают ваше время я долгое время это терпел где-то около полгода потом сказал все ребята нафиг нафиг до свидания ушел и 7 лет подряд до того как я ушел из этого спортклуба я занимался еще хунгар с 2003 года по 2009 я занимался хунгар самостоятельно после того спортклуба из которого я ушел проработав там почти полгода у меня был маленький перерыв опять же свои собственные частные занятия и потом я начал работать в спортклубе здесь у нас в городе тренером по карате и по самообороне проработал 7 лет подряд и прекратил по личной инициативе вот в принципе по хронологии с 84 года скажем так по сегодняшний день у каких тренеров я когда занимался где занимался чего достиг и как к этому пришел в 2020 году после аттестации мне выдали международный бранч для германии то есть по факту получается я здесь в германии именно в баварии являюсь единственным человек представителем федерации его дарю с офисом в лондоне вот кратко о том где я занимался когда занимался как занимался у кого занимался и естественно фамилии вот тех людей у которых я занимался и конечно же по воду рю подтолкнул меня к ко всем вот этим аттестациям ко всем этим экзаменам и так далее мой хороший товарищ проживает человек в минске мы с ним очень тесно общаемся и до сих пор общаемся захочет сам напишет в виде комментария подтверждение того являются ли мои слова правдой или нет или опровержения и сам себя назовет это я предоставляю только ему вот это короткое видео о том если вдруг кто-то спросит или кого-то заинтересует откуда я взялся вернее как в этот мир пришел мир восточных единоборств чем занимался когда занимался и у кого вот и все что я хотел сказать по этой данной теме всем удачи пока а